В том, что постановка под ироничным названием «Жених на двоих» окажется фееричной, интригующей и яркой, можно было предположить уже с первых минут спектакля. Декорации, костюмы, колоритные герои, задорные танцы и песни – все говорило о том, что зрителю скучать не придется. Так же, как и призадуматься о жизни, о вечных ценностях, о судьбе, уготованной каждому человеку, и способности силы своих чувств изменить ее в лучшую сторону. В основе сюжета интересные и полные курьезных ситуации истории о жизни двух мужчин, соседей, оставшихся вдовцами. Каждый из них – многодетный отец. Как и полагается заботливым и любящим папам, они стремятся выдать замуж своих любимец. И несложно догадаться ни за кого попало, а за достойных женихов. Отцы даже не подозревают, что за их спиной у двух старших дочерей уже развиваются бурные и романтичные отношения с простыми работниками Антоном и Василем. Идея постановки спектакля пришла мне совершенно неожиданно, я это не скрываю. После статьи «Кажется в заре» про одиноких отцов, которые, их оказывается, я к своему стыду не знал, в мире и в Назбресте очень много. Потом я вспомнил, что есть такая пьеса «Дураках остались», она оригинальное название, про отцов-одиночек. Но, конечно, в пьесе там нет всех дочек, в пьесе только автор вывел на сцену две дочки. А я подумал, ну а почему бы это вот и не вывести на сцену всех, все 12 дочерей, как бы порадоваться или поблагодарить тех отцов, которые вот сами растят своих детей. Трепетное отношение отцов к своим дочерям прослеживается с первых и до последних минут пьесы. Их желание благополучно устроить их жизнь приводит к самым неожиданным результатам. Философские размышления героев, шуточные и ироничные реплики вместе с зажигательными музыкальными зарисовками. Все эти детали составили сценарий, который блистательно передали талантливые и давно полюбившиеся брестскому зрителю актеры драмтеатра. Своей профессиональной игрой они в очередной раз смогли заворожить зрителей, заставили поверить их героям и переживать вместе с ними. Мне было очень приятно работать с Яной, я уже это неоднократно говорил ей, но еще раз скажу. На самом деле очень хорошо, важно когда чувствуешь партнера, если это друг, если это товарищ, он сюда поддержит, падаешь ты или не падаешь. На самом деле чувствуешь себя намного свободнее, веселее и задорнее проходят сами танцы. Этот спектакль, он не столько какой-то философии идет или трагедии, одиночества и прочего. Ну, во всяком случае, со своей стороны я скажу, что мне бы хотелось, чтобы зритель просто пришел, отдохнул от своих забот, от тяжелых серых будней, как сегодня, дождливых, и вышел отсюда с солнечной улыбкой, напевая наши песни, вот, и вспоминая, как весело и задорно все прошло. Праздник на сцене и праздник в душе – только так можно охарактеризовать музыкальную комедию «Жених на двоих». Постановка придется по душе людям разных возрастов. Она станет отличным учителем и помощником, добрая книгой, которую непременно захочется вспомнить и прибегнуть к ее страницам не единожды.